Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о системе школьного образования в Новой Зеландии. И тут рядом со школой попался такой красивый дом с такой красивой пальмой. Предлагаю всем полюбоваться. Дети в школу Новой Зеландии идут не 1 сентября, как на всем постсоветском пространстве. А дети в школу идут тогда, когда исполнилось 5 лет. То есть вот если сегодня твоему ребенку исполнилось 5 лет, то сегодня его уже можно везти в школу. Детей приводят в школу на следующий день. Ну, кто хочет, там держит до 5 и там еще сколько-то месяцев. Там, в общем-то, держать можно до 6 лет практически. И потом ребенка ведут в школу, записывают. И таким образом происходит заполнение класса. Вот это вот так выглядит. Это называется Primary School, куда приходят дети 5-летнего возраста. После того, как класс заполнился, дети уже ходят в этот свой класс, обучаются до тех пор, пока кончится первое полугодие. Учебный год начинается в феврале, потому что лето у нас в декабре, январе, февраль. И учебный год начинается в феврале. То есть, если ты привел ребенка там в декабре, ноябре, октябре, он все равно доучится этот терм, как называется по-английски, полугодие. А потом он пойдет на каникулы. И дальше уже он будет заниматься так, как и все остальные дети. То есть, каникулы, когда будут, тогда и будет у этого ребенка каникулы. И заниматься он будет ходить уже в школу, ну, как все нормальные дети. Занятия начинаются в 8.30, заканчиваются около 3 часов там, или 3 с чем-то. В разных школах бывает по-разному. Вот это большое здание, это офис. Здесь находится как бы директор школы, как бы секретарь. Очередная учительская, я точно не знаю. Сюда ходила моя внучка в свое время. Теперь она закончила. Значит, дети в праймэрискул, это как бы первичная такая школа, занимаются от 5 лет и до 11. Когда исполнилось 11 лет, их переводят, называется, интермедия скул. Туда они ходят 2 года. И дальше дети идут уже, называется, либо секондарь скул, либо это называется колледж. То есть, в какое уже родители выберут учебное заведение, причем по месту жительства. В такое ребенок будет ходить. Вот так вот выглядят школьные здания. Их там дальше идет много вниз. Дальше там еще за этими зданиями стадион. Значит, каждый возраст имеет свою игровую площадку. Вот это вот площадка для самых маленьких. То есть, для тех, которые пришли в 5 лет и которые будут здесь заниматься до... Сколько там, 2 года? 5. До 7-летнего возраста. Это я обхожу вокруг школы. Сегодня суббота. В общем-то, никого нет. Когда ребенок заканчивает первый год обучения в школе, учительница меняется. И она меняется, там, учитель или учительница, меняется ежегодно. Ежегодно классы перетасовываются для того, чтобы дети были более социализированы друг с другом. Чтобы у тебя были знакомые друзья не только в твоем классе, в котором ты будешь ходить 10 лет, а еще и для того, чтобы у тебя появились друзья и в других классах. В школе есть библиотека, в каждой школе. Значит, есть еще в школе проводятся интересные мероприятия. Например, один, а то и пару раз в год проводятся такие мероприятия, которые называются гала. Эти мероприятия заключаются в том, что в школе выставляется на продажу много разных вещей, которые люди приносят заранее. Там использованы игрушки, использована одежда, использованы всякие другие вещи. Я помню, когда мы только приехали сюда и попали первый раз на такую гала, было очень интересно. Вот в этом помещении, где написано Point View School Multi Purpose Facility. Вот это, где большие такие окна, это открывалось здание, как двери. И туда можно было заходить. Там стояли такие длинные столы. И на этих столах, боже мой, чего не было. Там и всякие сувениры, и всякие там книжки, и всякие детские игрушки, и детские вещи. И такое, например, как пустые банки, там какие-то вазочки. Ну, в общем, всякое-всякое-всякое. И цена была такая, когда мы пришли в начале, цена была такая. Два доллара в пакет. То есть ты вот накладываешь в пакет все, что туда и сколько влезет, и что твоя душа пожелает. Были и детские кровати, и детские там какие-то рамы в картинах, и детские велосипеды стояли. Ну, в общем, много чего было. И стоило это два доллара. На выходе стояли там волонтеры, папа и мамы. И ты платил им эти деньги. А к концу дня, когда ты приходил, уже как бы на столах практически, уже было мало чего выбрать, то уже этот пакет полностью там набитый. Стоил 50 центов. Я даже не помню, что я здесь купила. Какую-то там шкатулочку, еще какую-то фигню. Ну, в общем, было очень интересно здесь побывать. Так вот, продолжая за галла. На это галла приехали артисты. Можно было посмотреть что-то. Тут устанавливались всякие качели, карусели. Продается чипсы. Чипсы – это то, что называется картофель фри. В Новой Зеландии это называется чипсы. Можно было купить. Кстати, в каждой вот этой классной комнате, это вот такие вот классные комнаты, в каждой классной комнате на столе было, боже мой, навалено там одежда какая-то. Была какая-то выпечка, которую родители выпекали и приносили. И можно было купить там доллар, два доллара штука. Эти деньги потом идут в фонд развития школы. Вот школа очень красиво украшена такими всякими рисунками. И как бы здесь воспитывают любовь к своей стране, воспитывают тебя быть ответственным гражданином. Вот здесь написано. Point U School – Learning Together to Develop Individual Potential, Love of Learning and Responsible Citizenship. То есть изучай вместе развитие индивидуальной твоей, твоих возможностей, также любовь и изучение тому, как быть ответственным гражданином. Вот Respect, Responsibility, Excellence and Honesty. То есть уважение, ответственность и честность. Вот моя внучка, она уже год отходила в следующий уровень школы. А вот здесь вот я смотрю, поставили новые столы. Это для того, чтобы дети могли во время перерыва. А перерыв продолжается один час. Они могут пойти покушать, вот здесь посидеть на свежем воздухе. Вот эту новую крышу такую поставили от солнца, потому что солнце здесь палит нещадно. То есть дети могут здесь посидеть, покушать там свой ланч, потом пойти поиграть на игровой площадке. То есть все предусмотрено для детей. Поскольку дети начинают ходить с очень раннего возраста, 5 лет, поэтому, несмотря на то, что их обучают читать, писать и считать, это в общем-то в какой-то степени приближается к детскому садику. Но не к детскому, это не детский садик. То есть это все-таки школа. Вот написано Welcome to Room 11. То есть это класс номер 11. Каждая классная комната имеет свою нумерацию. Вот теперь можно заглянуть. Вот это уже 12-я комната. То есть вот там внутри находятся столы. Никаких парт нету. Дети сидят за столами. Сидят, они могут сидеть даже на полу спокойно. Всякие там карандаши, ручки, бумага и всякое такое. Здесь в школе выдается. То есть что значит выдается? Значит родители в начале года, каждый платит 50 долларов за эти вот материалы, из которых дети будут делать поделки и всякое такое разное. Плюс еще есть такой, по-английски это называется donation. Это как бы добровольный такой взнос. Он в основном в тех районах, где школы побогаче. Он может быть 200 долларов. То есть ребенок не должен, если у них там какие-то занятия там по каким-то рукоделием или еще чему-то такому. Ребенок не должен это носить с собой. Ему здесь это выдадут в школе. То есть практически ему такого носить с собой не надо. Вот следующая учебная комната. Вот тут всякие такие разные столы, как вы видите, такие круглые, стулья. То есть обстановка в классе довольно такая непринужденная. Вот здесь такой краник с водичкой, где дети могут попить водички. Вот я дошла до площадки, которая уже для среднего возраста. То есть здесь уже эти всякие штуки повыше, для детей уже ростом повыше, немножечко посложнее. Вот ходить там на какую вздумается тебе площадку, ты не можешь. Причем для каждого класса на площадке отводится там 2 дня в неделю. То есть вот дети этого класса определенного, а одного возраста здесь бывает по 4, по 5, по 6 классов, они ходят только на свою площадку и только там, допустим, 2 недели. А в остальное время они могут ходить там на стадион, общаться между собой. Это в течение того часа, когда у них перерыв между занятиями. Вот я плавно дошла до площадки, которая для среднего возраста. Значит, для среднего возраста уже тут все эти приспособления по высшим ростом посложнее. Каждый возраст, каждый класс, вернее, каждый класс, он может приходить на эту площадку 2 дня в неделю. То есть каждый класс имеет расписание, когда он может приходить на эту площадку. И для каждого класса отведено 2 дня в неделю, для того, чтобы дети тут не толпились такой толпой. И непонятно, каким образом тут разбирались, кто идет на эту площадку и кто чем тут будет заниматься. В остальное время, когда классу нет возможности пойти, детям из класса пойти на эту площадку, дети могут пойти на стадион, библиотеку, могут сидеть в классе, могут кушать, могут общаться со своими друзьями. Вот я так двигаюсь, двигаюсь дальше плавно. И на горизонте, уже вы видите, там, где зеленая травка, это школьный стадион. Вот по дороге я заметила столы для тенниса. То есть детям могут тут выдать эти ракетки, мячики, и они могут позаниматься на этих столах, поиграть между собой. Вот возле классной комнаты прибиты такие крючки, куда дети, приходя утром, которые занимаются в этом классе, могут повесить свой ранец. И он будет тут находиться в течение дня, чтобы ребенку не надо было его таскать за собой, там, не бросать в классной комнате, и потом детям не спотыкаться. А вот такие в окнах видны фонарики, потому что у нас только-только прошел китайский Новый год. Ну, а вот там далеко впереди уже видно площадка, такая более серьезная, для детей более старшего возраста, то есть те дети, которые уже приближаются к 11-летнему возрасту. Вот тут соседские дети пришли, там вот в заборе есть специальная такая калитка, куда можно заходить, и дети соседские пришли поиграть в какую-то игру. Это крикет, по всей видимости, они играют, или бейсбол, ну, что-то в этом духе. Вот так вот выглядит стадион в этой школе, довольно большой стадион. Вот там я вижу ворота для регби, вот там вот видно сидение для зрителей. Очень интересно, когда мы только приехали сюда, вот там за забором, вот там, где ряд домов, там проходит такой, ну, как бы переулок, улица, и мы ходили с младшей дочерью, разносили вот эти вот рекламные объявления, и всегда видели, как эти маленькие дети бегут, то есть вот со школы они выходили, и вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот оббегали и заходили на стадион. Неважно, зима это или лето это, половина детей будет бежать босиком. Ты так идешь и смотришь, довольно прохладно, если это зимнее время, а детям ничего, дети бегут босиком, потом вот тут они по травке, они тут любят сидеть на этой травке, то есть это вот такая особенность Новой Зеландии, здесь принято ходить босиком, здесь нормально, если ты ходишь босиком везде, где угодно ты можешь ходить босиком, это именно вот такая особенность Новой Зеландии. Ну, вот здесь вот расположены классные комнаты, вот так вот, дети могут здесь сидеть во время перерыва, сидеть на этих ступеньках, общаться между собой, вот здесь есть такие столы, на которых можно детям покушать, в общем, школа выглядит, по-моему, если смотреть, так сказать, взглядом глубоко совковой тетки, которой я являюсь, и которая училась в совковой школе, там, где-то 60-е годы, то это вообще тут все выглядит сказочно. Ну, как вы могли заметить, на территории школы очень много зелени, такие всякие кустики, которые здесь растут, они растут не просто сами по себе, в школе имеется садовник, который за ними ухаживает, школа оплачивает его работу, ну, тут какие-то растения, я не знаю, как они называются, сейчас я переведу сюда, здесь вот такие красивые, это называется сильвер ферн, это такое типично новозеландское растение. Ну, вот, на этом я хочу закончить свое видео, если кто не подписался, внизу под этим видео есть такой красный квадратик, на котором написано subscribe, нажимайте на этот квадратик, нажимайте на колокольчик, и мы будем с вами встречаться и завтра, и послезавтра, и так далее. Видео выходят ежедневно. Всего доброго!